Всем привет! Хотел я значит закончить новостями по Warcraft 3 Reforged, но внезапно наш прошлый ролик вызвал огромный интерес и собрал такие же просмотры, за что всем огромное спасибо. Но помимо этого, прямо на следующий день после нашего видео, Blizzard все же открыто обратились к игрокам со своего форума, отреагировав на массовые недовольства, а также поделились своими планами касательно будущего провального ремастера. Так бы я вставил их ответы в тот ролик, но не вышло, поэтому дополняем этим. Сегодня же мы поделимся с вами их заявлением. За перевод отдельная благодарность Керассеру. Ссылку на его статью, а также на оригинал я оставлю в описании к видео. Кстати, если вы хотите лично получить власть, которая не снилась вашему отцу, то кузница Кузнецова к вашим услугам. Ведь они способны изготовить фрастморн первоклассного качества специально для вас. Недавно они сделали мне подарок и подарили клинок в полную величину, за что им огромное спасибо. Если же вы хотите заиметь легендарное оружие из мира Warcraft, то вам определенно к ним. Рекомендую. Ссылка в описании. И не забывайте о скидке, называя продавцу промокод Лекарок. Итак, как писали в комментариях, Blizzard снова бьет все рекорды, и на этот раз они поставили непреодолимую планку для всех остальных, ибо Warcraft 3 Reforged признан самым провальным проектом за всю историю человечества. По крайней мере, это показывает оценки от игроков. Именно поэтому разработчики больше не смогли молчать и довольно подробно высказались касательно всех своих успехов. Цитирую их сообщение с форума. Слов много, поэтому просто слушайте. Приветствуем вас, игроки в Warcraft 3. Мы следим за обсуждениями, которые проходят последние несколько дней, и хотим поблагодарить вас за отзывы и поддержку. Для начала мы хотим попросить прощение у тех из вас, кто не получил от игры желаемого. Также мы хотим поделиться своими планами на будущее. В первые несколько часов после запуска игры у нас были проблемы с загрузкой на серверах, которые мешали игрокам сразу погрузиться в игру, но мы смогли исправить это дело в течение того же дня. Кроме этого, мы рассматриваем отзывы сообщества о различных аспектах Reforged, и мы хотим ответить на них. Но прежде чем мы начнем, наша команда очень рада, что в Warcraft 3 Reforged наконец-то вышла, и мы готовы поддерживать игру еще долгое время. Следующие несколько патчей и обновлений, которые мы обсудим ниже, это лишь часть наших дальнейших планов. Данная игра – это крайне важная часть ДНК Blizzard. Наша команда любит Warcraft 3, и мы готовы еще долгое время, вложившись всей душой, поддерживать Reforged и сообщество Warcraft 3. Одной из проблем с Reforged, которую мы заметили, является графика в классическом режиме. Мы уже определили, что это за баг делает отображение цветов и теней некорректными относительно оригинального Warcraft 3, и мы тестируем исправление, которое будет введено в крупном патче. Он исправит эту проблему, и не только ее. Мы собираемся выпустить его позднее на этой неделе. Патч также решит многие известные проблемы, включая часть анимации портретов и баги с аудио, исправление интерфейса и не только. Пожалуйста, следите за выходом заметок о патчах, чтобы получить детализированный список всех исправлений ошибок. Еще одной темой, которую мы хотим затронуть, являются онлайн-функции вроде кланов и таблиц лидеров. Эта тема общая для всех игроков в Warcraft 3, включая тех, кто не покупал Reforged. На BlizzCon мы много говорили о том, что наша команда активно работает над тем, чтобы обеспечить плавный переход на новую систему ММР. Мы уже провели такую работу над StarCraft Remastered. Как и в случае с Remastered, эти и другие функции будут добавлены в крупном патче для Reforged, который также исправит проблему для игроков оригинальной игры. Мы поделимся своими планами на эти вопросы на следующей неделе. Пожалуйста, будьте уверены, что наша команда усердно трудится, чтобы включить эти функции. Есть несколько отдельные темы, которые мы сейчас не собираемся трогать, и мы просто хотим поговорить о них с сообществом. В патче 1.30 оригинальной игры мы увидели, что по системе правил Reign of Chaos и в ее турниры играет очень мало людей, поэтому мы удалили их в середине 2019 года. Патч 1.31. Отключение поддержки устаревших элементов помогло нам лучше поддерживать всю игру как таковую и больше сосредоточиться на вопросах, которые касаются уже большинства игроков. Тем не менее, мы ждем, что игроки, предпочитающие Reign of Chaos, найдут пользовательские игры с похожими правилами, и мы надеемся, что это поможет сгладить ситуацию. И еще одна похожая тема. Как мы говорили на прошлом BlizzCon, мы не хотели, чтобы внутриигровые катсцены уходили далеко от оригинальной игры. На презентации мы несколько подробнее объяснили причины этого решения. Но смысл в том, что о компании рассказывают одну из самых классических историй Warcraft, и мы хотим сохранить истинный дух Warcraft 3 и позволить игрокам пережить эти незабываемые моменты в первозданном виде. Мы понимаем, что это сообщение не ответило на все вопросы, но мы готовы и дальше работать над игрой поддерживать ее. Мы надеемся, что вы проследите за выходом патча на этой неделе и новыми сообщениями от нас, и что вы будете делиться с нами мыслями о дальнейшей отладке игры. А пока что, как и всегда, спасибо вам за поддержку и за вашу страсть к Warcraft 3. Мы ценим все ваши отзывы и будем держать сообщество Warcraft 3 в курсе обо всем, над чем мы работаем. Искренне ваша команда Warcraft 3 Reforged. Как говорится, спасибо хоть, что не промолчали. Но на самом деле Blizzard ответили игрокам лишь о багах и проблемах с играми по сети. Но на самом деле это же не самая главная причина недовольства. Этим сообщением они пытаются донести, что занимаются исправлением мелких ошибок и оплошности с оптимизацией. Но совершенно ничего не сказали об изменении кампаний и исполнении обещанного. По их словам, они хотели сохранить первозданный дух Warcraft 3. Но почему тогда модели персонажей и некоторых зданий подогнаны под правильный лор, в то время как кампании остаются неизменными? Это называется, сначала нарисовали модели, потом поняли, что хотим на этом закончить. Если честно, это сообщение меня расстроило еще больше. Поскольку они продолжают делать вид, будто проблемой совсем и нет. Поправим просто несколько багов и все станет нормально. Да к тому же, поблагодарят всех за поддержку. Какую поддержку? Где мы ее увидели? Если Warcraft 3 Reforged, по вашим словам, для вас настолько вселенски важна и вы планируете поддерживать ее долгое время, тогда сделайте нормальные кампании и выполните обещанное. Я понимаю устройство всей этой большой бизнес-машины. Но если говорить прямо, Blizzard, вы делаете только хуже. Игроки вряд ли сумеют вас когда-либо делать предзаказы. Но скажите прямо. Мы обосрались. Мы замыслили грандиозные проекты и не справились. Мы пытались выкрутиться и не смогли. Простите нас, пожалуйста. Всем, кому не понравилось, мы быстро вернем деньги. Мы обязательно вернемся к вам с новой большой разработкой, чтобы искупить свои грехи. Только это и всего. Как ни пытаетесь игнорировать происходящее, это не получится. Люди видят и люди доверяли вам. Ладно, ребят, я скорее хотел поделиться с вами их ответом, пока есть ажиотаж и интерес вокруг всего этого. Поймите меня правильно. Я не занимаю выгодную позицию и показываю свое недовольство не потому, что это делают все, а потому что я, как большой любитель лора, а также тот, кто поверил всему обещанному, также остался крайне недоволен. На самом деле, я хотел бы высказаться намного острее, но понимаю, что кому-то это может не понравиться, поскольку есть и те, кому ремастер пришелся по душе. Короче, я сильно расстроен, и когда читаю такие обращения, в которых меня стараются выставить за дурака, мне становится печальнее. Но если никто не станет говорить правду, Близзард так и продолжит делать такие халтуры. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайк, если ролик заслужил. Большое спасибо за просмотр. До встречи.